Опять же хотел бы поздравить соперника с победой. Получились два разноплановых тайма. В первом тайме немножко молодежь не справилась с психологией, где-то боялись против таких играть титулованных и опытные команды как столица. Потом же немножко в конце первого тайма более раскрепостились. Отступать было некуда. Во втором тайме поменяли немножко нашу стратегию, начали больше раскрываться, больше стараться на половине соперника прессинговать, стараться отобрать мяч, чтобы сделать какие-то атаки. А так в целом, в принципе, первый тайм, можно сказать, провалили, а второй тайм очень даже здорово отыграли. Счет по второму тайму 1-1. Поэтому чувствуется, что молодежь потихоньку понимает, к чему надо стремиться, старается. И это дает свои плоды. Потихоньку двигаемся, стараемся. В тренерском штабе сразу три тренера в вашей команде. Как распределяете роли между собой? У нас нет главных тренеров, помощников. У нас тренерский штаб такой единый. Мы все единомышленники заряжены одной целью. Неважно, там играет Черник на площадке, там Леус и Федоринчик руководят командой. И руководит Черник, Федоринчик играет, Леус тоже руководит. То есть мы не распределяем роли. У нас вот три одинаковых тренера, три человека. То есть мы все единомышленники и стараемся где-то прислушиваться к советам друг друга. Но в целом выносить все. У нас там, ну то есть я никого выделить не могу. У нас нет главных тренеров. Первый раз в карьере играли при пустых трибунах. Да. Какие ощущения в таком зале? Ну, конечно, все футболисты играют всегда для зрителей. И в то же время зрители им помогают своей симпатией, подсказкой, поддержкой. Гонят трибуны всегда вперед, чтобы там старались. И появляются от зрителей, конечно, дополнительные эмоции, где-то действия. Там через не могу тоже начинаешь двигаться, только когда помогают тебе там трибуны, зовут вперед, гонят тебя. Ничего не поделаешь. Конечно, хочется радовать своих болельщиков игрой ярко, чтобы они тоже там отдавали свои эмоции, переживания. Они переносились на команду и команда благодарила их там забитыми голами, их красивой игрой. Три совета от Игоря Федоренчика в борьбе с коронавирусом. С коронавирусом? Ну, опять же, мыть руки обязательно антисептиком. Это первый совет. Второй совет, как бы соблюдать режим питания. Такие старые бабушкины методы применять. Там имбирь, малина, вот эти вот, лимон, чеснок, побольше чеснока есть, лука. Для того, чтобы этот вирус даже не подобрался к вам. Субтитры подогнал «Симон»!